Доброго времени суток, дамы и господа! И все-таки я хотел бы расширить наше производство угля, точнее производство энергии в большей степени, с углем вроде проблем нету, и соответственно это тоже куда-нибудь все продать. Погнали! Давайте вообще глянем, как чувствуют себя наши жители и что они по-настоящему хотят. Наверное, спорта они хотят, да? Культурно отдохнуть, спорт и бар. В целом это такие основные потребности, насколько я понимаю. Но вот мясо один гражданин не получает, наверное, потому что он до магазина просто-напросто не добрался. Но в принципе тут как бы три человека, поэтому я бы не стал бы насчет этого переживать. Вот что касается спорта, то я полностью согласен. И здесь, конечно, напрашивается снос вот этого вот здания. И, соответственно, наверное, добавление панелек, которые уже в своем дворе сзади будут иметь некие спортивные площадки. На самом деле, мне кажется, идея хорошая. Единственное, что я думаю, что мы чуть позже этим займемся. Сейчас я все-таки хочу заняться в первую очередь электроэнергией, а потом уже вернемся и сюда. Кстати, на дворе у нас месяц май, и это хорошо. Это значит, что можно пока что не торопиться по отоплению. Давайте мы попробуем сделать следующее. Мы попробуем разместить сейчас здесь еще одну замечательную вот такую электростанцию. Собственно, делаем все по классике. Нам нужна она, и нужно понять, насколько далеко ее нужно будет отвезти отсюда. Тут, видите, в чем вопрос на самом деле. Где здесь дорога проходит? Потому что дорога нужна. Мне вот не очень нравится, например, что на электростанции нет выходов для тротуаров. Отдельных было бы намного удобнее это протянуть и не париться совершенно, но нам такой возможности игра не дает. Поэтому мы сейчас с вами будем искать лазейки в наших конструкциях. Ну, то есть, вот, например, самая такая лазейка, удобная в этом плане, и, соответственно, мы должны ей будем воспользоваться. То есть, мне нужно немножечко переделать дорогу, наверное, которую я здесь уже строил. Это, к сожалению, был мисклик, я просто отпустил кнопку зачем-то. Трава, кстати, зарастает, поэтому насчет этого можно не переживать. Значит, мы с вами должны сейчас поставить на паузу и сделать следующее. Я думаю, что мы убираем вот это пока что временно. Мы сейчас ставим, соответственно, намечаем то место, где у нас будет электростанция. Но, наверное, очень близко, опять же, я бы не хотел, потому что мне нужно, чтобы эта дорога замечательная прошла еще и вот под этим конвейером. То есть, получается, ну, наверное, как-то вот так это должно выглядеть, я так думаю, по крайней мере. Надеюсь, что это действительно так. Ну, давайте ставить и проверять тогда. Мы сейчас возьмем просто-напросто дорогу вот еще в режиме паузы и посмотрим. Ну, здесь не проходит и здесь не проходит. Но ты издеваешься, надо мной игра. Нет, вот где-то здесь проходит. То есть, все-таки возможность у нас есть тут разместить дорогу. Я вам еще расскажу, на самом деле, историю, которая меня очень сильно выбесила. Она связана с отоплением и трубами, которые нужно будет проводить. Весь прикол, в общем, в том, что трубу нельзя провести через дорогу, насколько я понял. Может быть, я пока просто не разобрался. Ну, то есть, если мы захотим с вами вести вот эту вот трубу, то, соответственно, вот так я не могу провести. Каким-то образом поднять, можно ли это или нельзя, я не знаю. Поэтому, если кто-то в курсе, мне обязательно расскажите. То есть, ну, мне по-хорошему придется обходить всю инфраструктуру целиком. То есть, я не знаю, либо делать какие-то возвышенности, чтобы протягивать сверху трубы, да. То есть, мне надо будет, например, тепловую станцию здесь разместить. Соответственно, она работает как вот эта вот хрень с электричеством. И будет подавать энергию. Точнее, не энергию, а отопление на все дома. Ну, в общем, короче, работает как-то через одно место. Не знаю. Как по мне, вообще максимально неудобно. Ну, да ладно, это все лирика. Будем потом пытаться разобраться с этой проблемой. Значит, здесь я тоже тогда переделываю, с вашего позволения. Мы, блин, здесь автобусом нужно уехать. Давайте дадим им уехать. И все равно мы знаем, что здесь уже все получается у нас. Значит, соответственно, вот так вот пока что удаляем. Здесь делаем каким образом? Ну, здесь, получается, мне надо вот так соединиться, да. А здесь я смогу вот так. Здесь смогу вот так. Отлично. Что мне нужно, чтобы соединиться здесь таким образом? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Блин, мне придется эту дорогу укорачивать, к сожалению. Не очень тут удобно с дорогами история, если честно. Ну, по крайней мере, для меня. Может быть, это только у меня такие проблемы. Может быть, у других их нет. Но, тем не менее, мы соединились. Давайте проверим здесь, чтобы они доходили. А, им просто доходить еще, во-первых, некуда, да. Да и здесь надо соединиться вот таким вот образом. Буду именно гравийкой соединяться, потому что у нее, как я говорил ранее, дольше путь. Ну, вы поняли. Короче, отсюда они точно сюда должны добираться. Вот, видите, собственно, что и получилось. Все пока что идет по плану. Все отлично. Единственное, что это я не подключил электричество обратно. Давайте сейчас быстренько это сделаем. Кстати, вот история про электричество еще одна. Я не очень понял, почему я не могу все в одну сеть соединить и распродавать энергию лишнюю. У меня почему-то не получалось. Я тут пробные варианты делал, как бы, чтобы оценить вообще изменения. И, в общем, суть в том, что если ты объединяешь две вот этих вот штуки в одну сеть, то есть я беру распределитель, бахаю сюда, подключаю сюда две электростанции, от него веду сюда, здесь распределяю, продаю и отправляю в город, то почему-то они работают с эффективностью в 10% и с этим ничего не сделать. Я не знаю, почему это так, но это в любом случае, наверное, какой-то косяк, опять же, со стороны разработчиков. Надо будет дорабатывать, чтобы можно было создать одну единую сеть и, соответственно, из нее уже брать в то или иное место. Например, на продажу, либо для города. Что касается продажи, здесь надо, опять же, хорошенько подумать. Конечно, в идеале мы можем с вами дотянуть вот сюда. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь, получается, есть... Да, за доллары можно продавать. И, в принципе, раз, в принципе, все, да? Раз и два. Нет, не два, здесь нету... Здесь нету подключения к энергосети. Вот есть здесь, там уже край. То есть, получается, как-то вот так. Ну, можно еще до сюда протянуть. Эта станция у нас будет целиком. Ну, вот четыре пункта, в общем, я нашел. Целиком продавать энергию никакого производства для своих нужд не будет. И я думаю, что это правильное решение. Здесь мы будем доллары с вами собирать. Возможно, когда-то ими воспользуемся. Единственное, что я так и не понял, по какой причине здесь на данный момент так очень мало автомобилей за доллары. Возможно, когда пройдет время... Да, я же на доллары нажал. Ну-ка, еще раз покажите. Да. Когда пройдет время, все-таки появится здесь что-то еще. Вот машина из ФРГ и так далее. Потому что у нас доступность техники историчная. И, соответственно, удивляться, наверное, нечему. Значит, мы знаем, что сюда люди придут. Они уже здесь, я вам больше скажу. И это значит, что надо начинать что-то с этим делать. Мы сейчас с вами поставим здесь распределитель. Достаточно грубо. Сделаем как-то вот так. Я просто соединюсь. И я просто поеду тогда отвозить эту энергию нашим замечательным иностранным друзьям. Здесь, получается, у нас будет два распределителя. И здесь еще один можно сразу добавлять. Или где это было-то вообще? Это было где-то здесь, получается, да? Ну, давайте тогда вот так. Отлично. Здесь теперь надо только соединить. Значит, что мы соединяем? Мы соединяем... А где у меня край-то? Ни конца, ни края. Потратим денег сейчас знатно на всю эту историю. Но это все окупится в том или ином эквиваленте. С этой стороны мы знаем, что у нас есть один только пункт покупки. Назовем его так. И, наверное, можно, в принципе, сразу здесь нажимать продажа. И ставить на максимум. Так или иначе. Пускай сразу продают. Сейчас, как только протянется у нас наша линия электропередач, здесь сразу начнется продажа. И нам будут, соответственно, на счет поступать доллары. Что-то я здесь еще не сделал, да? Вам так не показалось? Ну, давайте сделаем тогда. Я не знаю, почему я этого не сделал. Так, смотрим. Нам нужно сюда. И нам нужно даже дальше. Короче, смотрите, вот сотку тысяч я трачу. Сотку тысяч. Ну, вы поняли. Сто тысяч, да, ровно на самом деле получается. Здесь еще пятерочка. Но я думаю, что так неплохо. Мы у хайдака или бабла на это все дело. Но мне кажется, что это не зря. И в любом случае будет поступать денежка так или иначе. Тем более, раз эта электростанция полностью у нас готова отдавать свои ресурсы на благо долларов, то почему бы и нет? Ну, вроде ничего не пропустил. Давайте вернемся в наш город. Снимем с паузы. Сейчас вот это все достроится. Поехало туда. И вот текущая производительность уже пошла. Доллары побежали. Ну, понятно, сейчас минус бабло. Ну, как бы уж извините, куда без этого. Угля вроде здесь тоже достаточно. Но вот смотрите, сейчас она даже не на предельной мощности работает. Но окей, одного человека не хватает. Вот хватает. И то есть непонятно. Если хоть вокруг одной станции обвести по всей карте и попробовать продать с одной всем, то что-то здесь как-то до конца у меня ни разу не доходило. Возможно, я чего-то не понимаю. Но, в принципе, предельное количество продукции это 1400 мегаватт, а мы продаем по 18 на каждый торговый пост. Ну, на каждый пограничный пост я имею в виду. В общем, деньги побежали. Как вы видите, теперь к нам поступают еще и доллары. Блин, а это получается, я здесь еще и елки снес какого-то хрена. Я не хотел, я не хотел. Ну, не елки, а сосны. Может быть, надо было посмотреть что-нибудь в мастерской Стима. Может быть, скачать какие-то другие деревья. Что-то их так мало. Блин, а что они так ставятся по-дурацки? Я хотел чуть ниже. Ну, ладно, значит, будут они здесь. Как-то так выглядит это все. Не знаю, ну, чисто для красоты уж. Позвольте, я побалуюсь. Там есть, конечно, какие-то кусты, еще какая-то лабуда. Но что-то мне она не так нравится, как вот эти вот деревья. Потому что самый адекватный тополь, если его посадить достаточно много, он начинает, когда расти, своей листвой закрывать весь обзор к хреновой матери. Поэтому, пускай сосны растут, соответственно, через какое-то время мы увидим уже их здесь в полном размере. Можно сейчас пока что подумать о том, что мы будем делать с отоплением. В принципе, да, если посмотреть на отопление, к этому так или иначе надо будет готовиться, то здесь есть большая вот такая котельная. Или это небольшая? Вот теплоцентраль. Наверное, вот эта большая. 210 мегаджоулей, да, я правильно понимаю? И 42 мегаджоулей. Ну, я думаю, что мы вот таким вот обойдемся за 23 тысячи. И, в принципе, поставим вот где-то здесь, как и планировали. То есть у нее вход, соответственно, как вы видите, с этой стороны. Мы можем, например, вот сюда, как я и говорил, бахнуть конвейер. Вот сюда поставить вот это здание. И все будет отлично работать. Трубу мы выведем и поведем ее вот сюда. Благо, эти трубы проходят, соответственно, через воду, что уже радует. Можем, кстати, проверить на самом деле. Да, ну труба идет через воду, это отлично. Здесь, соответственно, мы просто теплоразделительный, не разделительный, а распределительный, да? Теплоразпределительный пункт. Или что нам здесь надо? Вот это нам надо. Вот видите, вот по такому принципу это будет работать. То есть, опять же, вопрос у меня, как я вот хочу поближе сделать, да, например, чтобы больше домов охватывать. Но я не могу себе этого позволить, потому что вот эта дорога мне не даст сюда трубу провести. Короче, здесь, наверное, будем что-то убирать. Соответственно, может быть, что-то прокладывать здесь. В любом случае, город будет перестраиваться так или иначе. И когда-то мы к этому придем. Пока что вроде все отлично просто. Мне очень нравится. Здесь, я думаю, что панелька хорошо смотрится. Надо сейчас уже продумывать все эти моменты. И можно, я думаю, сейчас начать. Блин, мне хочется деревьев каких-то увидеть. Вот видите, вот то ли вот это тополь, то ли нет. Не знаю, что это такое, кстати. Вот здесь деревья, да, какие-то напрашиваются. Давайте немножечко посадим. Ну а что уж, только строить и считать деньги. Надо как-то развлекаться, хоть иногда. Соответственно, у нас будет здесь целая аллея, наверное, да, так это правильно называется. И сосен, как я люблю все. Ну, может быть, где-то я посажу и какие-то другие деревья, не знаю. Но сосны вот здесь будут смотреться точно отлично. И я, наверное, вот эту дорогу перестраивать уже больше не буду. Я буду, исходя из вот этого квартала, строить все последующие жилые и нежилые постройки. Главное вовремя остановиться. В общем, я деревья здесь посадил. Давайте смотреть. 95 граждан не смогли заняться спортом, отдохнуть, бар, мясо. Понятно, больницы тоже у нас пока что нет. У нас нет больницы, но у нас есть бабло зато на это все. И что вы думаете? Наверное, пришло время сносить вот эту вот историю. И здесь, соответственно, продумывать то, как мы будем с вами ставить жилые дома. Ну, мне видится это самым правильным решением сейчас. Потому что уходить куда-то вот сюда, наверное, или вот сюда было бы неправильно. Можно не дотянуться, наверное, до остановки. Хотя дотягиваемся, видите, докуда. Но здесь, просто если переноситься вот сюда, точнее, начинать строиться здесь, мне в любом случае надо будет понимать, что вот здесь будет у меня. И мне этот вариант не очень нравится. Все, решено. Сносим тогда к хреновой матери вот эту общагу. Я или я не знаю, что это, бараки. Убираем, конечно же, все лишние соединения, потому что они нам только будут мешать. И сейчас, как только это все удалится, мы тогда с вами сделаем следующее. Мы сначала проведем тротуары по окружности, внутренней я имею в виду. И, соответственно, уже будем понимать, какие дома у нас сюда будут влезать. Но тут, на самом деле, видите еще какая приколюха? Не нужно сходить с ума в плане того, что мы же не понимаем, наверное, сколько людей нам сейчас надо. То есть надо ли нам больше людей. Можно пока что дерево убрать. И вот эти деревья тоже. Потому что, ну, возможно, что-то изменится. Возможно, нам понадобятся еще работники. А возможно, не понадобятся. То есть тут пока что еще не рано об этом говорить, какое количество людей нам необходимо. И строить огромное количество домов, соответственно, исходя из этого, смысла никакого нет. Но мы сейчас в любом случае будем здесь что-то делать, потому что это просто нам нужно. Так как мы удалили вот этот вот большой достаточно дом, барак, который нас снабжал рабочей силой. Надо его чем-то менять. Делаем здесь вот так, попробуем. Ну-ка, прицепляется. Слушайте, прицепляется и даже как-то нормально выглядит, а не как-то криво. Здесь та же самая история. Мы просто завернем, попробуем. Да, я надеюсь, что вот на таком расстоянии у меня получится потом сделать еще один тротуар. Ну-ка, давай проверять. Да, получается все отлично. Замечательно. Здесь тротуар не нужен, здесь он присутствует. Здесь посмотрим, возможно, в дальнейшем понадобится. Единственное, что вот этих вот господинов надо было как-то довести до нашей станции. И здесь нам поможет, наверное, единственное, что это просто взять и вот так вот сделать временно. Я не думаю, что мы на этом сильно денег потратим. Соответственно, мы поймем сразу же, что ребята вот отсюда могут теперь посетить, например, остановку, чтобы куда-то уехать. Ну, либо сходить в магазин. Ну, давайте смотреть теперь на жилые здания. Кстати, в этих модах есть тоже вот такие вот бараки. И знаете, что самое прикольное? Тут есть вот такой вот набор, то есть можно собирать целый квартал. На самом деле прикольная тема. Я думаю, что можно будет как-то попробовать. То есть вот так вот накидывать вот эти дома частями. Есть повороты, углы, есть сразу вот большие части уже собранные. То есть, ну, выглядит интересно. Я думаю, что мы попробуем вот такой вот квартальчик собрать. В принципе, можно его просто поставить. Но я что-то не очень горю желанием. Пока что я хочу, чтобы у нас все было аутентично с панельками и все, что к этому прилагается. Значит, из панелек у нас есть многоквартирный панельный дом, который стоит, в принципе, недорого и вмещает в себя 189 человек. Как вы помните, здесь было у нас, по-моему, 50. Я закрыл, на самом деле, для того, чтобы исчезло вот это здание. Так, есть у нас вариант 179 и есть вариант 127. По размерам давайте смотреть. Ну, вот этот не очень большой. Но вот этот сюда типа идеально вписывается, да, по-хорошему. И, наверное, мы не будем себе выбирать какие-то другие варианты. Мне даже нравится, как тротуары соединились. То есть сразу уже есть место для того, чтобы куда-то сходить. Наверное, мы соглашаемся тогда на это. Но давайте вот это посмотрим еще историю. В принципе, я здесь никакой разницы не вижу, по-хорошему. Разница в 10 человек, да? Ну да, по-хорошему разницы никакой нет. Разница в 10 человек только. Наверное, максимально далеко не стоит делать. Можно чуть поближе это все сделать вот так. И сзади тогда как раз организовать площадку для того, чтобы заняться спортом. Но мне кажется, идея отличная. Все, соглашаемся на этот дом. У нас появляется первая панелька. Снимаем с паузы, ребята начинают строить. Блин, ну, по-моему, красотища просто. Теперь в этом городе есть нормальные здания. А что здесь людей? А, нет, вот люди, все правильно. У них просто никаких проблем нет. У меня это даже пугает, если честно, когда я подобное вижу. Так, а теперь давайте посмотрим, что у нас по занятию спортом. А, соответственно, мы могли бы с вами, наверное, на первой скорости поиграть. И сейчас разобраться с оборудованием. Значит, у нас есть футбольное поле, теннисная площадка. Они, кстати, хотят бар еще и кинотеатр, скорее всего. Это тоже отличный вопрос, где это делать. Может быть, как раз вот здесь не делать панельки, а сделать что-то, связанное с развлечениями. Для того, чтобы панельки строить вот тут еще какие-то хотя бы. Подумаем над этим. Пока что бар, я думаю, точно мы не будем делать. Давайте ставить футбольное поле и ставить теннисное поле. Слушайте, а как здесь лучше-то будет? Здесь будет лучше, наверное... Блин, а я что в ту сторону его развернул? Да, в принципе, а какая разница? Нам не нужен подъезд сюда. Чтобы сюда ставить, точнее, чтобы строить дом самостоятельно за свои ресурсы, тогда сюда нужна дорога. А в других вариантах смысла в этом нет. Значит, короче, я понял, что я хочу. Мы делаем сейчас с вами вот таким вот образом. Наверное, да? Вот так. Мне кажется, неплохо. Только я бы начал, наверное, вот с этой стороны, чтобы было удобнее ориентироваться, насколько ровно. Ну, вот как-то так сделаем. Здесь сделаем какие-то проходики. И потом посадим здесь что-то по зелени, чтобы это выросло. Трава еще вырастет. Будет, в общем, нормально. Соответственно, сюда у нас едет футбольное поле и теннисное поле вместе с ним. Давайте начнем с футбольного, наверное. Блин, не получится, да, так сделать, как я хотел. Но получится сделать вот так, например. То есть я делаю одно вот сюда, да, и второе просто справее от него. И будет все это выглядеть нормально. Можно еще чуть-чуть покрутить, но под углом мне совсем что-то не нравится. Давайте пытаться сделать поровнее. Блин, вот эта вот нижняя часть не хочет подцепляться, как мне надо. Ну, короче, я отменю тогда вообще что-либо. И сделаю поближе. И вот так. Мне кажется, нормально сейчас будет. Мы сейчас просто еще забахаем сюда тротуары. Вот в таком формате, да, например. Вот так. Здесь, соответственно, можно пройти. Здесь тоже можно, конечно же, пройти. Да и здесь пройти тоже у вас, ребята, получится. Только единственное, что очень кривая вот эта дорога. Ну, значит, кривая. Что уж поделать. Здесь, соответственно, можно вот так же соединить будет в дальнейшем. И просто-напросто поставить еще какие-то панельки, которые по тротуарам очень замечательным образом дойдут туда, куда им надо. Наверное, ребята хотят вот отсюда еще спортом заниматься. Идите, занимайтесь. Все, мне кажется, сейчас все будут счастливы. Единственное, чего здесь не хватает, это немного зелени. Давайте я потихонечку этим буду тоже заниматься. Деревья не хотят сажаться везде, к сожалению. Есть вот какие-то места, которые, ну, просто не даются никаким образом. Хоть как-то кликай. Вроде нормально все. Вроде чисто показано, да, что здесь ничего нету. А вот не посадить. То есть вот здесь я могу посадить там еле-еле. Ну, в общем, как-то так. Вот сюда, видите, вот здесь у меня одно дерево получилось, как бы, чтобы вы понимали. Вот это. А вот сюда я дерево бахнуть не могу. Сюда не хочу. Не будет ровно. Не будет красиво. Короче, ладно, с ума сходить особо не буду, конечно. Но вот еще вот здесь бы что-нибудь посадил. Там уже во дворе все у них нормально. Там есть теперь зелень. Все должны быть рады. На самом деле им пофигу совершенно на эти деревья. Это я так чисто для себя делаю. Ну, потому что могу, потому что мне нравится. И вот, собственно, и занимаюсь подобной фигней. Но деревья все равно как-то придают внешний вид городу совершенно другой. Если бы мы тут этим не занимались, то выглядело все достаточно пусто и неинтересно. Ну, я думаю, что все, хватит баловаться. Да, у нас тут сейчас растут уже деревья. Занимается ли кто-то здесь спортом? Я пока не очень понимаю, но, судя по всему, занимается. Тут еще нужен персонал. Люди вроде устроились на работу. Ну, вот единственное, что видите, как 4 человека могут на теннисном корте. И здесь, соответственно, 21. То есть это поэффективнее. Есть ли какие-то спортивные комплексы? Я так и не понял. Возможно, они имеются. Ну, просто надо их открыть или что-то еще сделать. Потому что у нас есть возможность открывать здание. Как вы понимаете, есть университет, который нам обязательно пригодится. Так как без него мы не сможем делать химикаты. Ну, наверное, до этого еще далековато. И пока что рано об этом говорить. Мне вот сейчас хотелось бы продумать вопрос все-таки по кинотеатру и, наверное, бару. Потому что жилищные условия нужно улучшать. И мне кажется, что вот здесь, около церкви, это все смотрелось бы очень неплохо. Сколько здесь живет человек? Слушайте, 85. И на секундочку стало максимально. Не было тут максимально, когда мы смотрели в прошлой серии, по-моему. Мне казалось, что все-таки десятка не хватает. А если здесь стало максимально, означает ли, что они отсюда переехали? Или это просто они заехали, потому что им хорошо живется? Ну, будем надеяться, что второе. Ну-ка, вот здесь, например, и здесь максимально. Слушайте, ну а им, в общем, нравится здесь жить, я так понимаю. Смотрите, заехали во все дома, а теперь люди в максимальном количестве. Ну, вот здесь нет. Ладно, тут, может быть, они до чего-то не достают. Но я вот не знаю, либо сейчас панельку поставить и вот это вот снести к хреновой матери, либо попозже панельку поставить, да? Дотянется ли панелька до магазина? Ну-ка, погожди, а магазин докуда дотягивается? Вон до туда. То есть вот здесь можно спокойно ставить панельку и все будут счастливы. Значит, так и сделаем тогда, не будем тупить. Будем делать такую же, наверное, да? Она сюда помещается вообще. Блин, ну она помещается, но очень так, плотненько выходит, да, к сожалению. Ну а что, какие тут варианты еще есть? Просто делать и все. Выходит, что так, чуть выше и соединиться сразу вон там. А здесь тогда что у нас будет? Ничего. Ну тоже как вариант. Давайте тогда так и сделаем, только единственное, что попробуем поровнее, как я люблю. То есть, соответственно, куда-то вон туда левее, а здесь дорога вроде выровнялась. Все, панелька готова, пускай строится. Здесь тоже что-нибудь посадим. Возможно, сюда что-то еще поместится у нас. Я просто тут видел в туризме, например, вот такие вот карусельки, ромашки. Вот сюда можно поставить. А, не, нихрена нельзя, знаете, я думал, это маленькая такая, как во дворе стоит. Но вот это сюда тоже не влезает, сволочь. Очень жаль, кстати, или влезешь. Ну вообще влезает. Карусель сюрприз. Я на такой, кстати, когда-то катался, очень страшная фигня. Это когда тебя цепочкой пристегивают, в общем, она раскручивается, еще и поднимается кверху. Ужас просто, ночной кошмар. Не знаю, я слышал, что в каком-то городе такая даже улетела с людьми. На всякий случай тестирую, что все дотягивается у нас. Да, посмотрите, какое у них вообще. Они просто дотягиваются до всего, чего только можно. Это отлично. Это просто охренительно. В любом случае, дальнейшее развитие я планирую в эту сторону, чтобы уже точно и до туда дотягивались, и до магазинов, до садиков. А в садиков нужно будет больше. Значит, поехали. Вот эти ребята у нас, к сожалению, или, наверное, больше к счастью, все-таки они уезжают отсюда. Потому что жить вот в этих халупах неправильно. Лучше переехать в панельку и жить в ней. Ну, это, конечно же, сарказм. Можно, пожалуйста, здание удалить отсюда? Да я, наверное, знаете, как поступлю? Я, наверное, все вот эти домики снесу сельские. Потому что, ну, они мне будут мешать так или иначе. Здесь хороший вопрос, что с электричеством сделать. Потому что мне, наверное, надо перенести его в другое место. И нужно подумать, в какое. Потому что я вот здесь хочу сделать тротуар прямой. Так как, если здесь кинотеатр и бар, нужно, чтобы все ребята могли дойти, соответственно, до этих развлечений. Давайте попробуем подумать насчет этого. То есть, если мы сейчас с вами возьмем вот эту вот штукенцу и приделаем ее куда-то вот сюда. Дотягивается она достаточно далеко. Блин, а здесь я тоже в дальнейшем хотел бы что-то подобное замутить. Знаете что? А может быть, надо вот сюда ее поставить? Вот здесь-то у меня ничего не будет. Смотрите, и дотягивается, да? Ну-ка, можно подальше. Ну, нормально дотягивается. Если что, я там в дальнейшем поставлю еще один трансформатор просто. А вот здесь мы спокойно, соответственно, проведем вот эту всю историю. Ну, знаете, на самом деле, я думаю, что вот эта вся штука с электричеством, она будет двигаться со временем. Блин, что, не могу построить? Ну, не вижу я из-за этих лучей уж, сорян. Думаю, что она будет двигаться в любом случае, так как здесь надо будет переделывать что-либо. Ну, именно связанное вот с этими трансформаторами. Либо они дотягиваются, либо они стоят неудобно. Так, ребят, временно вас отключаем, где у нас подстанция получается тут. Мы вот это все пока что уберем. Можно, пожалуйста, попасть? Спасибо большое. И поведем вот сюда. То есть мне надо вот так потом довести вот до этого момента, здесь, сюда и через дорогу перекинуть. Вроде все. Ну-ка, давайте-ка сюда посмотрим. Во-первых, работников всех вроде загружают, но подходят постоянно еще люди, подъезжают еще автобусы. Здесь у нас как дела, ребята? Дымим, дымим. Они, кстати, когда ты камеру отдаляешь, дым перестает появляться. Все работает. Но вот здесь не очень работников хватает. Смотрите-ка, связано это ли с тем, что я удалил дома? Пока не очень понятно. Но я уверен в том, что вот эти вот дома жилые, панельные, они не полностью забиты. Ни хрена себе, они полностью забиты. А вот этот не полностью. То есть мы можем докупить людей, но мне бы хотелось, чтобы они все-таки приезжали сами. Это, наверное, было бы правильнее добиться такого результата. А не просто покупать все за бабки. Значит, вот это мы уберем отсюда временно. Ну, наверное, какие-то деревья я здесь тоже посажу. И дайте нам, пожалуйста, тротуары. Конечно же, гравийные, потому что без них сейчас, как вы понимаете, никуда. Давайте попробуем сделать вот так, чтобы понимать, откуда тянуть это все дело. И посмотрим, куда мы здесь запитываем это все. Блин, а вот сюда не хочет. Либо сюда. Ну-ка, погоди. А давай протестируем. Вот этот тротуар мы убираем. Ну-ка, а теперь что ты скажешь? Можно куда-то сюда? Нет, все равно нельзя. Все равно только сюда, блин. Ну, криво стоят здания, потому что... Ну, значит, сюда. Что уж поделать. На, держите обратно вход. Вот это мы соединяем тоже на всякий случай, чтобы они могли дойти. Вот эту дорожку мы удаляем. И смотрим. Значит, нам нужен кинотеатр и бар. Я правильно понимаю? Что хотите? Давайте посмотрим. Культурно отдохнуть. Посетить бар, заняться спортом не смогли 32 человека. Ну-ка. Забито, что ли? Ну вот, пожалуйста, идите, занимайтесь спортом. Давайте в оборудование для граждан тогда заглядывать. Я что-то не понял. У нас есть какой-то спортивный комплекс? Так, станция контроля загрязнения, больница, телестанция, автомагазин, горком. Сделаем вид, что я понял, что это такое. Но я не вижу здесь ничего связанного с спортом. Это очень плохо и печально на самом деле, потому что... Ну, а как иначе-то тогда? В образовании вряд ли я что-то найду. Штаб-компании, вот технический университет как раз нам понадобится. Университет-общежитие. А это что такое? Маленькая автостоянка. Ну да, это, кстати, все приурочено к тому, что у нас появилось машиностроение. И, в принципе, можно попробовать, конечно, что-нибудь в этом плане замутить. Не знаю, насколько получится. Главное, что сейчас денежка идет. Это меня больше всего радует. Давайте, короче, для начала сделаем бар и кинотеатр. Ох ты, вот такой ты, да, дружище? То есть тебя здесь размещать только в этой плоскости. Ну, это не очень подходит, конечно, для меня. Дорога нам, наверное, здесь не нужна как таковая, я имею в виду, к проезжей части. Блин, ни хрена себе, что-то я расстроился даже немного. Ну, не то, что расстроился, неожиданный просто поворот. Потому что здесь тротуары нормально не лягут. Но я не могу двигать, я могу строить только здесь. Но давайте тогда здесь и строить. Сколько он вообще стоит? 25. А бар, например, бар стоит 3000. Но это вообще слишком просто. Слишком простые задачи. Я думаю, за пару минут игры эти деньги у нас за электричество приходят. Поэтому можем себе позволить. Ну, все, осталось сюда, ребят, запустить. Вот здесь я не соединюсь тротуаром, да, скорее всего. Так же, как и здесь, кстати. А здесь тротуар провести у меня получится. Блин, вот видите, вот эти вот особенности движка игры, они, к сожалению, немножко меня расстраивают, да. То есть, ну, давайте попробуем. Да что ж ты будешь делать? Ну, попробуем игру чуть-чуть обмануть все-таки, да. То есть, как-то вот так, например. Блин, ну, здесь соединяться только если сюда. Не очень красиво. Давайте вот так. Так будет нормально. Жалко, что не появляются зебра, да, со светофорами. Ну, либо просто зебра, чтобы это выглядело прикольно. Отлично. Теперь нам остается поставить с вами только бар. Мы уже знаем, где его искать и знаем, сколько он стоит. Конечно, все эти ресурсы, которые, например, в баре будут тратиться, они покупаются только за деньги у нас. Мы их не производим самостоятельно. Наверное, это не очень хорошо, но в целом ничего плохого в этом тоже я не вижу. Потому что это все мы окупаем на данный момент. Блин, как тебя разместить-то, я тут даже не знаю. Сделать как-то вот так и не очень близко. Ну, наверное, это будет правильным решением. Пока что только без тротуаров. Control нажмем. И проведем здесь до самого конца, получается. Блин, опять там мешает мне эта хрень. Ну что, вы угораете надо мной, что ли? Ну, здесь придется это все так или иначе поправлять. Нет, здесь по-другому не будет, кстати. Поэтому без вариантов. Здесь у нас дорога проведена. Соответственно, заходим отсюда, заходим отсюда. Можно сделать что-то еще здесь, просто для красоты. Единственное, что надо было делать, это немножко по-другому. В каком-то таком формате. Ну, я думаю, что все. Теперь все будут довольны. И, возможно, мы уберем весь вот этот негатив, который у нас есть. Значит, у нас есть скультура, надо отдохнуть. Если честно, не очень понимаю, что под этим подразумевается. Надо было более развернуто как-то писать, чтобы было понятно. Спортом желают меньше людей позаниматься, насколько я вижу. А вот с баром, ну, бар тоже начал уменьшаться, поэтому вроде дело запущено. Но мне кажется, что город преображается, да? Выглядит очень даже неплохо. Осталось здесь только посадить каких-то деревьев. Я, наверное, это сделаю чуть попозже. Что еще мы хотим сейчас? Ну, наверное, осталось подумать только о больнице, в принципе, да? Из таких базовых потребностей жителей. Ну, вот чего они говорят? Так, это нам не надо. Нам говорят, да, посетить бар, понятно. Не смогли заняться спортом. Культурно отдохнуть один только в больницу. Нужна ли эта больница на данный момент? Ну, а вот ты, например, что скажешь? Спортом отдохнуть. Блин, ребят, вы меня со своим спортом доконаете. Может быть, вот здесь еще тогда спортивную площадку сделать? Прямо около бара? Ну, мне кажется, хорошая идея. Сходил в бар, потом раз спортом занялся. И все у тебя вроде будет хорошо, наверное, после этого. Ну, хотя в скобочках нет. Поместимся ли мы? Помещаемся. Как в тебя ставить-то? Ну, давайте как-то так попробуем поставить. Блин, кривые дороги получаются, конечно, к сожалению. Но ничего, ничего, мы это как-нибудь переживем. Здесь посадим деревья, соответственно, станет чуть попроще в этом плане. А сколько вообще это стоит? Тысячу рублей. Тысяча рублей это слишком маленькая цена, поэтому пускай ребята ходят заниматься. А я же, что человек уже устроился, 18 мест свободно. Ну, я не могу себе отказать в удовольствии потыкать деревья здесь, потому что прям напрашивается вот на этих аллеях, чтобы здесь они росли. Мне кажется, это идеально просто. Будут они, наверное, через какое-то время, конечно. Я не знаю, сколько они растут и до какого максимального расстояния. Точнее, не то, что не знаю, просто не помню. Но здесь еще есть над чем поработать. Давайте-ка я быстренько это все сделаю. Блин, а вот здесь деревья не сажаются, к моему великому сожалению. Потому что здесь, видно, слишком мало места на это осталось. Поэтому придется как-то так вот высаживать сосны. Я думаю, что тоже будет нормально, как бы, но не идеально. Ничего страшного, я как-то это переживу. Короче, ладно, с деревьями я побалуюсь потом. Здесь вроде вокруг посадил. Пускай растут. Наши первые там деревья какие-то тоже потихонечку вылезают. Что нам еще, наверное, сейчас необходимо? Я, если честно, даже не знаю. Надо подумать хорошенько, что мы хотим. Я хочу понять, как у меня здесь производительность. Но немножко людей не хватает. Но в целом это не сильно влияет на все, что у нас происходит. Здесь тоже парочки не хватает. Сколько едет сейчас на работу? 52 человека. Но это в основном все люди на шахту, да? Соответственно, в таком количестве. Потому что... Ну а куда же еще они хотят идти работать? Здесь больше негде. Потом котельная появится. Понятно, что они и туда направятся. Окей. Мы, наверное, хотим вот что. Я подумал. То, чего действительно здесь не хватает. И без чего никуда. Я вам сейчас это дело покажу. Здесь обязательно должен быть Ленин. И мне кажется, что во дворе, вот тут он будет себя неплохо чувствовать. Либо мы можем поставить маленького Ленина, как вариант, да? Давайте, наверное, так и сделаем. А вот большому мы потом выделим какую-нибудь площадь. Сделаем, типа, главная городская площадь с Лениным, да? Ну правильно же. А так это должно выглядеть. Типа где-нибудь здесь почистим. Сделаем, ну вот, небольшой такой квадратик. Сюда, соответственно, Ленина. Сюда, соответственно, какие-то деревья, зелень, украшения. И все это будет очень даже неплохо смотреться. Конечно, нужно будет думать еще, чем заниматься дальше. Что производить, что добывать. И надо хорошенечко подумать, что было бы удобнее делать. То есть, смотрите, в целом мы могли бы с вами закусить людей каких-нибудь у другого какого-нибудь региона. Ну, точнее, у другого города. И от них уже брать работников на новое производство, если что-то достаточно далеко. Ну, вот смотрите, железо, например, кстати, есть здесь же, да? Или где? Вот здесь. Вот здесь получается железо. Ну-ка, давайте посмотрим, какие здесь месторождения по диаметру я имею в виду. По богатству понятно, что не очень, потому что достаточно бледно это все выглядело. Так, железная руда. Слушайте, ну, такое. Вот здесь нормально, более-менее. Там 40% наверное тоже будет, скорее всего. Вот. А может быть и 30%. Но, тем не менее, это нормально, потому что мы могли бы тогда производить что-либо. И, соответственно, это что-то продавать. Тут надо залезть в что? Вот сюда, в экономику и торговлю. И посмотреть, что у нас тут по ценам вообще происходит. Сталь стоит, например, 443 в рублях и 526 в долларах. Вот это что такое? Это химикаты. Ну, вот химикаты, как вы видите, стоят очень много. Но, чтобы их произвести, нам еще нужно построить университет и изучить технологию. Если мы говорим про добычу нефти, то это топливо, битум и, соответственно, сама нефть. Ну, вот смотрите, битум 211, топливо 112, 120. Я не очень понимаю, какого хрена это происходит именно так. Посмотрите, или я смотрю продажу. Ну, какая разница, покупка там 20 рублей все-таки отличается, и это не имеет значения. А вот ядерное топливо на секундочку 103 тысячи рублей стоит, да? То есть, ну, до ядерного топлива здесь, наверное, еще пилить и пилить. Там есть свои особенности производства. И пока что у нас не получится это сделать. Оксид алюминия, по-моему, тоже что-то новое. Кстати, смотрите, одежда не очень мало стоит, я бы сказал так. По 2000 долларов и по 1500 рублей. Но тоже как вариант, но здесь надо смотреть на производственные цепочки. Короче, слушайте, надо будет подумать хорошенечко. Электродетали. Электродетали я вообще без понятия. Кое-что обновилось, кое-что добавилось. Я все это упустил. Это что у нас такое? Большой сухой док. Да, кстати, появились же корабли, что тоже интересно достаточно. И можно будет по воде доставлять некоторые ресурсы. Автосклад. Но я так понимаю, здесь хранятся готовые автомобили. И соединяется все это с помощью заводских вот этих вот штукенций. Ой, короче, не знаю. Здесь мы подумаем между сериями. Наверное, примем все-таки решение, что производить. Ну и, кстати, нам нужно не пропустить с вами похолодание. Потому что к этому моменту нужно будет подготовиться. На самом деле, я думаю, что в следующей серии мы уже будем готовиться к первой зиме. Так как она нагрянет нежданно-негаданно, все замерзнуты и будут не очень счастливы. Что скажете вообще, ребята? 21 гражданин не смогли заняться спортом. Помните, что здесь была цифра 80. 41 гражданин не смогли посетить бар. Понятно, теперь уже смогли. И здесь их было около 90 или 100 человек. И 30 граждан не смогли культурно отдохнуть. У меня что-то сегодня с языком, он немножечко заплетается. Но такое бывает. Уж не обессудьте. Значит, я не знаю, что такое культурно отдохнуть. Как по мне, вот в амбар как бы культурно отдыхайте. Я не вижу в оборудовании для граждан что-то еще, что мне помогло бы, точнее вам даже помогло бы культурно отдохнуть. Ну вот, например, торговый центр помог бы вам это сделать? Есть малый торговый центр. Кстати, а почему я его не построил вот сюда, да? Это хороший вопрос на самом деле. Но здесь не написано ничего про то, что здесь можно культурно отдыхать. А вот здесь есть какая-то звездочка. Я так понимаю, что это больше, наверное, для туристов эти звезды. И мы можем понимать, какие дома пригодны, а какие нет. Я не знаю, короче, что им надо. Если знаете, обязательно пишите в комментариях. Я не понимаю. Ну вот, вроде это количество на самом деле уменьшилось. Может быть, они в дальнейшем и совсем пропадут. Вот, здесь вообще таких нету почти. То есть, все нормально, да? Ну-ка, бар переполнен у нас. Ну, я бы не сказал, как бы, два человека. Ну, сейчас, наверное, рабочая смена, может быть. Хрен его знает, здесь же нету времени суток, я имею в виду. Реально, да, как бы, там, что работаем до шести, потом приезжаем домой, идем отдыхать. Кстати, тоже было бы прикольно такое вести, мне кажется. Ну, не знаю, может быть, это мне только так кажется, а в остальном бы это не очень эффективно работало. Ну, да ладно, я думаю, что на этом серии мы будем завершать. Мне кажется, город потихонечку преображается и начинает выглядеть лучше. Конечно, это еще не все далеко изменения, и мы будем здесь что-то строить. Думаю, что нам нужно двигаться в сторону университета, так как у нас есть бабло, и мы немножечко в этом плане счетерили. Смогли себе позволить все-таки играть в свое удовольствие. После чего мы изучаем, соответственно, химикаты и необходимые технологии для того, чтобы, может быть, даже какое-нибудь крутое производство где-то забацать. Может быть, это связано будет с химикатами, может быть, с чем-то еще. В общем, будем смотреть по ситуации. Ну, а вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока. Продолжение следует...